ПЕСНЯ 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 Засказал Господь такую притчу. Один человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро Господина своего. По долгому времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел и собираешь, где не рассыпал». И, убившись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Сегодня мы слышали притчу Господа Иисуса Христа о талантах. В Евангелии сказано, что некоторый человек, отправляясь в другую страну, вручил своим рабам свое имущество. Одному пять талантов, другому два таланта, третьему один талант. По словам святителя Григория от Двоеслова, некоторый человек – это сам Господь Иисус Христос. Таланты – это давняя мера веса, насчитывавшая в себе почти 26 килограмм серебра. В данном случае таланты, по словам святых отцов, это нечто очень драгоценное. Хозяин, как говорится в Евангелии, каждому из рабов дает таланты по силе. Святитель Гриил Александрийский отмечает, что Господь вкладывает каждого человека долю самого себя в свой образ, и каждый получает божественных даров ровно столько, сколькими сможет овладеть и приумножить. И все то, что мы имеем – ум, здоровье, силы, дарование – не наше по природе. Все это дано нам Богом. Это Его таланты, данные нам на время. В то же время эти дары даны нам не только для нас самих. Таланты должны быть использованы нами не только для нашего блака, но и его блага окружающих нас людей. Преподобный Сарафим Саровский говорит, что цель человеческой жизни состоит в стяжании благодати Божией, которую мы должны приобретать подобно тому, как купцы приобретают те или иные редкие товары. Именно так поступают первый и второй раб из сегодняшней притчи. Они берут данные им таланты и умножают их вдвое. Третий же раб уходит и закапывает данный ему талант в землю. В притче сказано, что хозяин не сразу требует отчета от своих рабов, а лишь спустя некоторое время. Это значит, прежде всего, что Господь не насилует воли человека. Он не заставляет человека использовать таланты так, как хотелось бы ему самому. Иными словами, Бог не заставляет человека приумножать свое духовное сокровище. Каждый из нас на протяжении всей своей жизни абсолютно свободен в пользовании своими талантами. Мы их можем либо умножать, либо зарывать в землю. Весьма интересен и тот факт, что первые два раба, отдавая своему хозяину, таланты говорят, «Те таланты, которые ты нам дал, принесли прибыль». Святые отцы отмечают, человек не является, так сказать, источником добрых дел. Все то, что мы можем сделать и делаем доброе, это все проявление в нас и через нас всемогущей силы Божьей. Именно поэтому святой апостол Павел, говоря о своих апостольских подвигах и сравнивая себя с другими апостолами, пишет, «Я больше всех потрудился, в конце концов, не я, но благодать Божья, которая со мной». Сегодняшняя притча говорит о том, что мы не должны хвастаться своими талантами и дарованиями. Они не наши, они – дар Божий. Также мы не можем унижать и тех, кто, как нам кажется, имеет меньше талантов или вообще их не имеет. Наши таланты – это проявление божественного промысла, которого мы не способны постичь. Единственное, что требуется от нас, это развивать данные нам таланты, направлять их на служение Богу и людям. Первый и второй раб дал своему хозяину ответ по поводу данных им и приумноженных ими талантов. Свой адрес слышат от хозяина следующие слова. «Хорошо, верный раб, в малом ты был верен, над великим поставлю тебя. Войди в радость Господина твоего». Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Нет ничего более приятного для раба, чем быть свидетелем радости своего хозяина. Также и для христиан быть с Господом и видеть Его радость – это самая высокая награда. И эта радость ждет всех верных Богу в Царстве Вечности. Третий же раб, в свою очередь, приносит своему хозяину только тот один талант, который получил раньше, ничего не приобретя на него. При этом он достаточно свысока заявляет хозяину, «Я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сиял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и спрятал талант твой в земле». К сожалению, очень часто мы забываем о том, что должны развивать свои таланты. Мы забываем, что образ Божий, вложенный в нас, должен привести нас к подобию Божью, то есть к уподоблению Богу в святости и добре. Поступая так, мы уподобляемся третьему рабу, который, данный ему хозяином талант, не потрудился развить и приумножить, а просто спрятал, зарыв в землю. Присваивая себе дары Божьи, мы замыкаемся в самих себе и таким образом удаляемся от Бога, источника нашей жизни. Третий раб, возвращая данный ему талант, говорит своему хозяину, «Вот тебе твое». В этих словах мы не видим ни тени сожаления и осознания своей вины. Третий раб не умоляет своего хозяина простить его, он не сожалеет о том, что не оправдал надежд, возложенных на него хозяином. Святитель Филарет Московский пишет, «Ленивый раб хвастается тем, что возвращает талант целостности своему хозяину, но не для того он был ему дан, не для того, чтобы только сохранить, а для того, чтобы еще и приумножить. Именно поэтому, если нам дан какой-то талант, мы должны его применить ради блага наших ближних. Если первые два раба входят в радость хозяина своего, то третий раб изгоняется в тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов». Почему эта тьма называется внешней? Преподобный Юстин Чилийский говорит, «Ленивый раб всю свою жизнь избегал своего хозяина, Христа. Христос же – это свет. И потому Господь, отправляя такого раба во тьму, тем самым просто исполняет желание всей его жизни быть как можно дальше от Бога». Святые отцы неоднократно говорят о том, что ад – это дверь, которая закрыта изнутри. Бог абсолютно всемогущ, но одного Он сделать не может. Он не может заставить человека любить Его. И если человек всю свою жизнь убегает от Бога, в конце концов, спрятаться от Него он может только в аду. Несомненно, не каждый в своей жизни может стать святым. Но каждый должен преумножить и развить талант, данный ему Богом. Каждый талант дается нам с учетом наших собственных сил, и Бог никогда и никому не дает ничего сверх меры. Есть множество людей, получивших от Бога большие способности, но не использовавших их на добрые дела, в пользу ближних. Это значит, что они просто растратили свои таланты. Но много и таких людей, которые получили от Творца небольшие таланты, и при этом направили их на служение Богу и ближним. И в результате Бог умножал дарование таких людей. Господь никого не оставляет без талантов. Если человек готов принести все, что ему дано Богом, свои таланты и даже свою жизнь, в жертву служения заповедям Божьим, в жертву любви, то Господь непременно умножит таланты такого человека. И такой человек сможет сделать даже то, что раньше ему казалось невозможным, потому что сам Бог будет ему помогать. И наоборот, если человек будет считать, что Бог его в чем-то обделил, он никогда не увидит то, что ему реально принадлежит. Из такого человека Господь непременно спросит отчет в День Страшного Суда. Каждый день мы должны ставить перед собой определенные цели. А что я могу хорошего сделать сегодня? Как я могу использовать тот или иной Божий талант, чтобы от этого стало лучше хотя бы одному ближнему. Именно поэтому мы должны просить Бога, чтобы Он не оставлял нас, но чтобы Он и дальше продолжал давать нам возможность раскрывать Его таланты в нашей жизни, в нашем служении Богу и людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова